Я думаю, что для каждого художника, конечно, основным, отличительным является узнаваемость, а узнаваемость, можно сказать, техника. Для любого художника важен очень момент, где он родился, и потом, может, жил вторую часть жизни, и третью. И моя история такова, что я очень люблю Нью-Йорк, я живу в Манхэттене, в самом центре, ровно 20 лет. И 20 лет я жил в Одессе. И 20 лет я жил в центре России, под Питером, Угловка, и учился на философском. То есть Ленинград, Одесса, такие точки значительные. Меня мало знают в России. И я думаю, вот эта выставка как раз говорит о том, что я хочу, чтобы они увидели мою самобытность, яркость, контраст и позитивную энергию. Я на английском всегда говорю, I would like to make people happy. Но все же самым главным для художника остается его миссия, его призвание, то, ради чего он творит. В вашем случае что это? В моем случае получилось так, что вся история эмиграции, это люди, даже удивительные, уникальные люди, вдруг открываются, как, например, Ростропович, Барышников. Очень важно, когда молодое поколение тебя знает или понимает. Я думаю, что одна из моментов прихода сюда и с этой выставкой, это мне хочется, чтобы у меня три сына, от 20 до 30 лет, я их очень понимаю. Мне хочется так, чтобы меня понимали в России и на Украине. Когда ознакомишься с вашими произведениями, невольно возникает вопрос. Вот отдельно библейская тематика, семь смертных грехов, Библия, грехопадение. Вот мы видим тут же язычество, мифология и рекламная кампания водки. Как это все у вас вмещается? Ведь это антагонистические вещи, они между собой никогда не вступают в единство. Это хороший вопрос. Я очень люблю путешествовать, я люблю, например, в Саус-Эсейжу. В Саус-Эсейжу это Филиппины, Малая Азия, Сингапур. И каждый раз сюда приезжая, меня всегда удивляло, как они делают от 5 лет дети и 80 лет. Там женщина делает текстиль очень красочный. И мне всегда, когда видели мои работы, на мои работы очень интересно реагируют. Ну, 7-5 лет вот такого возраста дети, и я думаю, что для меня это самый большой комплимент. Потому что я думаю, что формирование чувств к свету, к яркости, к контрасту. И когда я езжу по всему миру, элементы в каждой стране одни и те же в смысле трансформации деталей. Например, цвет, вода, рыбы, то есть основные луна, солнце. Они везде трансформируются в каждой стране практически художниками молодыми, маленькими, детьми одинаково. Допустим, изображать тему эмиграции на полном серьезе, делать 3-4 года такую работу. И потом в результате она как бы не то, что никому не нужна будет. Ты не можешь себя выразить в короткое время. Тема совершенно никакого значения не имеет. Для меня очень важно, что они узнаваемы за счет техники. Есть художники, когда тема для них играет роль, например. Но дело не в теме, дело в ваших принципах. Просто глядя со стороны на то, как вы перескакиваете с одной темы в другую, на то, что вы с одинаковым упоением рисуете ужасных языческих богов и тут же иконы или красоту женщины, может возникнуть какое-то странное чувство, что у вас нет собственных принципов жизненных. Этот принцип и есть, потому что мне хочется действительно... Я считаю все-таки все равно, мои работы не имеют... Тема в них не играет большую роль. Может быть, тема эволюции, допустим. Если взять книгу мою, Берт Эсман выпустил, там идет цирк, тема цирка, театральная тема, эволюция, пейзажи, ландскейпы. Но все равно я пытался, когда... Я когда видел себя даже на выставке, которая сегодня, если смотришь на расстоянии 100 метров, допустим, или немножко дальше, ты видишь все равно много... Цвет ты видишь, позитивность и узнаваемость. Все равно ты можешь сказать, что это Юра Горбачев, мне это очень важно. Я же не пишу иконы, но я думал, нужно обратить внимание, что... Потому что я русский художник, что икона как тема. Я не претендую, я не иконописец, но то, что я делаю, затрагиваю три ангела. Или вот всем смертных грехов, это вообще обращение внимания на серьезную русскую школу, которой я не принадлежу как иконописец, но она существует, играет большую роль в России. Я знаю, что в год вы в состоянии написать до сотни полотен. И это так? На самом деле, даже маленькую работу, когда я делаю, я обязательно трачу три недели, потому что... Или даже четыре. Потому что процесс у меня настолько уникальная техника, я набираю сначала хоз, потом... Бывает, даже уже набрал хоз и нет настроения, не могу начать. Но настолько уникальная техника, она требует даже для того, чтобы затвердело, и потом цвет я наношу очень медленно. Ощущение быстроты, на самом деле... Может быть, как и на перегородчатую эмаль. Я думаю, работа похожа на перегородчатую эмаль. А почему люди, анималистические рисунки, люди? В детстве. Потому что все, мне кажется, нравится, чаще всего, когда складывается интерес к цвету или к форме, к композиции в каждый период времени, до 10 лет, наверное, к цвету, к простой композиции. И все, что тебя окружает. Вы все-таки отец трех детей. И в то же время все знают, что вас называют мистер Столли, и не будем, так сказать, рекламировать эту торговую марку. Всем и так понятно. Вы занимались и занимаетесь рекламной компанией известных водочных марок. И как вы воспринимаете такую статистику? Согласно последним исследованиям Всемирной организации ВОЗ, те юноши, подростки, которые в 2009 году окончат школу в Англии, из них от общего количества доживут до пенсии лишь 60%, а в России и того меньше, 40%. И исследователи говорят, что виной всему алкоголь и его злоупотребление. Эта статистика реальная, я думаю. Она ничего общего не имеет с рекламой, даже этикеткой, которую я делаю. Но я подумал, ну как, кому как не я, Юра Горбачев, русский художник, живущий в Америке, не буду участвовать в проекте, там, новая этикетка. Но я думаю, все равно она будет выпускаться. Но настолько красочная такая этикетка, она не привлекет больше, ну, может быть, там, клиентов на покупку этой водки. Но, может быть, будет позитивнее в том плане, что обращение внимания вообще на Россию. Но то, что статистически, это действительно меня очень бескураживает. И люди, которые много пьют, и вообще пьют. Я думаю, это невероятно негативно. И иметь дело с человеком, который много пьет, и не контролирует ситуацию, очень плохо. Спасибо вам огромное, Юрий. Было очень приятно с вами побеседовать. Взаимно, взаимно. Я желаю вам дальнейших успехов. Взаимно. В 1997 году в пражской Мира Гэллери состоялась совместная выставка Юрия Горбачева и Марка Шагала. Именно поэтому мы решили поинтересоваться у директора галереи, магистра искусств мира Смолака, о том, как бы он охарактеризовал стиль и живописную манеру Юрия Горбачева. А искусствовед Ирина Тимохова призвана внести ясность в вопрос соответствия живописности и содержательности. Юрия Горбачева В первой мере в американской, европейской и азиатской культурной среде. Было бы интересно обнажить первичную суть этого особого объединяющего излучения художественного творчества Юрия Горбачева, которое способно пронзить неисчислимое множество тайных уголков человеческих душ. Простота, прямолинейность, какая-то детская наивность, простое таинство красок Горбачева, материализованное в его картинах, становится чарующим, самостоятельным, но одновременно открытым миром по отношению к внимающему. Наверное, так я бы охарактеризовал его цветную философию. Доктор Миро Смолак. Магистр искусств. Директор галереи Миро. Прага. Юрий Горбачев, вот то явление, которое нас сегодня интересует, сумел объединить и синтезировать очень многое. И декоративность, и духовность, и север, юг, восток и запад. Я думаю, видимо, этим он и интересен миру. Что такое его работы? Ну вот представим себе Горбачева-керамиста, который приехал в Америку, который оказался в этих художественных магазинах, где такое количество красок было, глин, ну что, ху, для себя открыл целый мир. И фактически он синтезировал прикладное искусство живописью, правда? Ход был очень удачен. Потому что главное, что везли из России иностранцы, это было прикладное искусство. Не только иконы, а скорее хохлома, ростовская финифти, ну, конечно, мечта – это что-то из Фаберже, богатые люди, эмали замечательные, палех. У Горбачева все это получилось. Он соединил вот эту тягу американцев к картине «Вещи», «Вещи дорогой», где будет присутствовать золото, бронза, дорогие эмали. И его картины, они были тем подкреплением к тому прикладному народному искусству, которое было очень приятно, понятно, любимо американцами, да и всем миром. Русская икона далеко не то массовое искусство, которое будет принято всем. А вот народность, лупка, она будет понятна, потому что в чем-то это архетипные формы, вот те древние, да, когда мировое древо, когда красивые цветы, животные, человек вместе с ним. Ведь что это такое? Это рай, да, это мечта любого человека. И вы знаете, эти картины Горбачева будут понятны и жителям Бали, и жителям Америки, потому что это все понятно. Красивый цветок понятен, красивая женщина понятна, сивка-бурка, это из русской сказки, но это и тот конь, который символ, да, и успеха, быть на коне. Да, это же понятно. Такое авторитетное итальянское издание, как Рицоли, из всех русских художников XX века выделило Шагала, Кандинского, Малевича, а четвертый был Юрий Горбачев. Поэтому именно ему на таком престижной ярмарке русского искусства в Лондоне, потому что это такой феномен интереса к русскому искусству, для одного живущего, Горбачева, был выделен целый зал к нему. Что ж, таким был наш новый выпуск. Надеемся, что каждому из нас удастся найти живопись по душе, которая не только будет насыщать нас зрительными образами, но и наполнит внутреннее, а также научит воспринимать окружающий мир полнее и глубже. Вы смотрели программу Art Interview. С вами была я, ее ведущая Елена Сторожева. Оставайтесь с нами на телеканале OK. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова